добрый день всем те кто пришел на эту встречу дворецкий евгений владимирович профессора кафедры всеобщей истории белгородского научно-исследовательского университета сегодня мы встречаемся в канун весенних праздников которые начинаются первым маем завершаются днем победы и с этим и тема с наша сегодняшняя будет посвящена проблемам великой отечественной второй мировой войны поговорим о исторических оценках второй мировой войны и о фальсификации этих оценок которые приобретают последнее время все больше большую остроту сложилось так что уже вскоре после окончания войны возникли стали возникать разные суждения и оценки о этой войне и и итогах разную по-разному стали оценивать вклад стран антигитлеровской коалиции которые из них не шла решающий вклад в разгром германского фашизма по-разному оценивали оценивают те сражения те битвы которые определяли ход и предопределили исход второй мировой войны по-разному оценивают роль военного искусства советских военачальников в разному характеризуется цена победы но на протяжении многих десятилетий вот до последнего времени все-таки существовали общие оценки некоторых ключевых моментов но например традиционно начало второй мировой войны связывали с нападением германии на польшу 1 августа 39 года далее все однозначно основывались в определении виновников развязывания второй мировой войны на решениях нюрнбергского трибунала определяя в качестве виновников нацистскую германию и ее союзников однозначно оценивалась роль советского союза советской армии в освобождении стран центральной восточной европы фашизма и от гитлеровской оккупации свидетельством чему на протяжении десятилетий были памятники советским воинам освободителям погибших на территории этих стран но буквально последнее время вот здесь как раз происходит разрушение этого единства того что когда-то представляла всем однозначно принятым начиная с того что на вопрос о том когда началась вторая мировая война в ряде стран ну прежде всего в странах балтии некоторых других странах уже называется иная дата 23 августа 39 года то есть предлагает считать что вторая мировая война началась на неделю раньше чем принято было считать обычно казалось бы по времени насколько существенно неделю раньше неделю позже но за этим стоит уже другой вопрос от какого события пытаются сейчас отсчитывать начало второй мировой войны за неделю до нападения германии на польшу таким событием было заключение договора о ненападении между советским союзом и германией договора известного под именам по именам по именам его подписантов министров иностранных дел молотова и риббентропа пакт молотов риббентроп какая связь между этим договором и заключение этого договора договора о ненападении и началом второго мировой войны сейчас этот договор пытаются трактовать как раздел мира между договора разделе мира между германией и советским союзом хотя никаких оснований к этому безусловно нет такого рода договор с секретными статьями явление типичное для того времени подобные договоры уже к моменту заключения пакта молотов риббентроп существовали у германии с другими странами с англией с францией самый первый такого рода договор заключила польша причем договор гермально-польский договор носил совершенно иной характер те секретные статьи которые советской германском договоре присутствовали подчеркиваю были разграничением сфер влияния не разделом территории как об этом иногда говорится это разграничение необходимо было лишь для того чтобы предотвратить несанкционированные столкновения случайные столкновения которое могло бы дать толчок к началу военных действий повторяю такие договоры были явлением типичным не свое время занимаясь историей международных отношений пришлось детально изучать договор и италии и австро-венгрии соглашение в раконидже о разделе сфер влияния на балканах повторяю явление раздель договора разъяснили влияние явление совершенно обычно это типичный типовой договор а вот что касается договора который свое время заключили германия польша то там действительно предусматривалось ведение совместных военных действий боевых действий на территорию украины на территории прибалтики это уже договор был иного характера хотя об этом почему-то никто не любит вспоминать для того чтобы оценить понять суть этого договора оценить и характер его влияния преди характера влияния на последующие события необходимо вспомнить обстановку в которой договор был заключен договор был заключен в условиях когда агрессия неизбежность агрессии германии в европе было уже понятно всем когда стало ясно что политика умиротворения агрессора которую проводили великобритания франция цена уступок германии по мюнхенскому сговору и другим уже обанкротилась когда уже возникло понимание неизбежности этой агрессии и естественным побуждением предотвращению этой агрессии стало сближение стран европы ведущих стран европы великобритании франции и советского союза на почве совместного противодействия обуздания агрессора совместными военными усилиями такая политическая линия представлялась достаточно перспективной и переговоры по по поводу заключения такого соглашения вступили в активную фазу в мае 39 года и советский союз был готов наиболее более готов чем его потенциальные союзники к заключению такого договора переговоры шли в москве и советская делегация была уполномочена правительством к подписанию согласованного текста договора однако когда стал вопрос о подписании выяснилось что делегаты французские британские лишь уполномочены вести переговоры но не уполномочены не подписывать каких никаких соглашений для этого им требовались дополнительной консультации переговоры были прерваны прерваны на неопределенный срок на вопрос советская делегация дате возобновления переговоров ответа не последовало и в этой ситуации стало ясно что возобладала у наших потенциальных союзников политическая линия канализации агрессии то есть направление ее в том или ином в желательном направлении то что агрессия неизбежна понимали все но не было понимания ни у советского руководства ни у руководства западных стран в каком направлении развернется эта агрессия предпосылки были и к одному и к другому в германии были сильнейшие противоречия связанные с недовольством той версальской системы которая сложилась после поражения германии в первой мировой войне и это делало возможным направлением агрессии в сторону западной европы в то же время все учитывали и ярко выраженный антикоммунистический характер фашистского режима его идеологии и также озвученные еще гитлером планы расширения жизненного пространства для германской нации на востоке это делало возможным предположить направление агрессии на восток и естественно в этой ситуации все стороны готовы были к тому чтобы подтолкнуть германию германскую агрессию в сторону от себя в этой ситуации это особенно отчетливо проявилось после нападения германии уже на польшу которая должна была быть спасена усилиями франции и великобритании они выступали гарантами независимости польши имеют договорные обязательства что в случае нападения какой-либо страны на польшу они объявят войну агрессору и они действительно объявили войну германии и франции великобритания а дальше последовали события которые позволили характеризовать эту войну как странная война в то время когда германия расправлялась с польшей западной стороны стороны германии не раздалось ни одного выстрела войну объявили и этим ограничились здесь особенно отчетливо проявилась надежда на уверенность в том что не удовлетворившись захватом польше гитлер двинется дальше на восток и в этой ситуации в этой ситуации заключение договора с германией они нападение стало для советского союза единственно возможным выходом безвыходной последней возможностью не допустить втягивания в советского союза в открытое столкновение с германии которому советский союз прежде всего вооруженные силы однозначно готовы не были случай если бы война для советского союза началась в это время противостоять германскому вермахту красная армия была бы не в состоянии почему ну и по численному составу она на тот момент уступала германской армии хотя уже предпринимались попытки форсированной мобилизации но самое главное по качеству вооружения качество вооружения советской армии и вооружение вермахта были несопоставимы пока еще тридцать девятом году это была главная проблема которая уже решалась решалась посредством форсированной индустриализации когда за полтора десятилетия было совершено буквально чудо когда советская экономика по основным показателям промышленного производства в короткий срок одним скачком догнала и даже перегнала передовые европейские страны вершиной этого стало создание военно-промышленного комплекса по оценкам специалистов на тот момент в мире было лишь три страны для которых с точки зрения технологий не было ничего невозможного соединенные штаты германия и советский союз а в великобритании говорят весьма условно францию однозначно уже не относили к этим странам на основе этой новой промышленной базы новых технологий уже создавались образцы нового вооружения ну самый ярким примером тому танк т-34 знаменитый но это были опытные образцы которые необходимо было запустить серийное производство и при всей форсированности решения этой задачи приступить к перевооружению красной армии переоснащению современным вооружением страна могла только в сорок втором году завершить планировалось в сорок третьем году вот только после сорок третьего года советский союз готов был во всеоружии встретить любого противника до этого до этого ситуация складывалась в его пользу поэтому сорок третий год это был как раз тот час икс та точка отсчета на которую ориентировалась вся политика страны направленная на недопущение втягивание советского союза в войну до сорок третьего года мы знаем что сделать это не удалось в сорок третьем году в невыгодной ситуации началась для советского союза война но если бы она началась в тридцать девятом году то выйти из этой ситуации было бы намного сложнее чем в сорок первом вот этот выигрыш двух лет тем не менее позволил советскому союзу лучше подготовиться к отпору будущей агрессии поэтому полевой ценой нужно было заключить этот договор и в этом его смысл в этом его значение но почему договор разграничение сфер влияния оценивают как договор о начале второй мировой войны разделе территории что за этим стоит а за этим стоит следующий вопрос если война началась не 1 сентября тридцать девятого года а двадцать третьего августа заключение договора о ненападении советской союза германии то по-иному встает вопрос о виновниках развязывания второй мировой войны если до этого однозначно такими виновниками называли Германию и ее союзников то теперь ставится вопрос о том что да, Германия и ее союзники были таковыми виновниками но одновременно виновником развязывания второй мировой войны был и советский союз а дальше следующий вопрос Германия и ее союзники за свою вину расплатились расплатились территориями репарациями а советский союз перед якобы жертвами агрессии ничем не расплатился да, советского союза нет но есть официальный его преемник российской федерации поэтому ей и надлежит расплачиваться жертвами агрессии жертвами развязывания второй мировой войны странами Балтии Польша уже к этому подключается уже произведены расчеты потерь от второй мировой войны в странах Балтии в каждой из них найдет уже на сотни миллиардов долларов при этом политики этих стран отдают себе отчет что расплачиваться Российская Федерация миллиарды долларов Российской Федерации выплачивать не будет но уже организован своеобразный пол прибал балтийских государств которые готовы согласиться на передачу им в концессию Новосибирской области чтобы за счет ее ресурсов погашать вот это якобы долг России за якобы вину Советского Союза ну пока эта тема муссировалась в пределах Балтийского региона это можно было бы воспринимать как маргинальное явление но к сожалению к сожалению та компания русофобии которая развернулась ну по крайней мере с 14-го года она впитала эту идею и уже как я говорил обвинение в адрес Советского Союза как одного из виновников Второй мировой войны произвучали в резолюции Европарламента осенью прошлого года это уже не отдельные страны Балтии это и страны Европы Италия Испания Венгрия Словакия Румыния голосовавших за эту резолюцию и германская делегация я назвал сейчас только те страны чьи солдаты воевали на советско-германском фронте вместе с частями гитлеровской Германии хотя в составе вермахта воевало полмиллиона поляков воевали французы причем в войсках вермахта французы участвовали не меньше чем в движении сопротивления во Франции оно там было самым массовым и трудно найти европейские страны которые не работали по крайней мере на войну против советского союза в тот период достаточно сказать что 40 процентов бронетехники производились на чешских заводах мы об этом очень долгое время деликатность о таких вещах старались не вспоминать но за это вот сейчас и приходится расплачиваться выслушиванием таких огульных обвинений вот что стоит за пересмотром даты начала второй мировой войны ну есть я уже упоминал некоторые оценки которые традиционно служат предметом дискуссии ну в частности о том какая страна и страна антигитлеровской коалиции внесла решающий вклад в разгон германского фашизма ну мы традиционно исходим из того что решающий вклад внес советский союз и поначалу кстати это подтверждали в своих высказываниях и лидеры союзников американский президент рузвельт британский премьер черчилль но очень скоро ситуация поменялась значит на чем основывается наше суждение о решающем вкладе советского союза о том что советский германский фронт был главным фронтом второй мировой войны потому что здесь было сосредоточено до 80% сил вермахта вооружения и здесь же до 80% составили потери военные потери германии в годы войны именно здесь на этом фронте определялся ход решался исход этой войны вот такова позиция наших отечественных историков иной взгляд на этот вопрос у американских коллег ну это вполне естественно всего того что менталитет американцев заточен на то что америка всегда во всем самое главное самое первое поэтому иначе говорить как о решающем вкладе соединенных штатах америки в победу во второй мировой войне с их точки зрения невозможно но какие здесь основания но одно из главных основания исходит из определения характера второй мировой войны как войны моторов которые исключительную роль играла техника и в конце концов именно техническое осношение оснащение войска играла решающую роль америка определяется как арсенал демократии произведшие производившие то оружие оружие победы которым была оснащена и армия соединенных штатов америки в значительной части британская армия и отчасти и советская армия хотя здесь с оценками роли ленд-лиза так называемых поставок вооружения советскому союзу она не неоднозначна ну в целом если говорить об основных видах вооружения танки самолеты артиллерийские орудия не более 13 процентов составляла оружие поставленные в Соединенных Штатах Америки хотя если говорить о взрывчатых веществах которым начинялись бомбы снаряды то до половины взрывчатых веществ поставлялись из Соединенных Штатов Америки безусловно это было существенной помощью в борьбе с германским фашизмом но не главным все-таки основное вооружение производилось на советских заводах и уже в 43 году по основным производствам вида вооружения Советский Союз сумел превзойти в Германию советская мобилизационная экономика сработала лучше чем германская при этом нужно отметить что вооружение распределялось а импортное вооружение распределялось неравномерно поскольку поставки шли через Иран то большая часть американского оружия направлялась на оснащение войск на Кавказском фронте там действительно более половины порой единиц оружия составляли поставки из Америки но ведь не техника сама по себе решала ход сражения решали в конце концов люди и в этом смысле позиция нашей стороны в определении решающего вклада выглядит более предпочтительно но наиболее остро и конфликтное расхождение в оценках в оценках проявлялись в разгар холодной войны когда наши бывшие союзники вообще замалчивали участие Советского Союза в этой войне представляя как победителей германского фашизма исключительно Соединенные Штаты и Великобританию в их интерпретации скажем периодизация Второй мировой войны выглядела следующим образом первый этап это военные действия в Северной Африке второй этап начинается с высадки союзников на Сицилии после чего началось освобождение Италии и третий завершающий с открытия Второго фронта и только здесь упоминается что открытие Второго фронта позволило и советским войскам тоже перейти в наступление вот так вот выглядит интерпретация хода войны в американской около исторической подчеркиваю около исторической литературе потому что фальсификацией занимаются не компетентные профессиональные историки а чаще всего люди спекулятивно пишущие на темы истории войны в итоге в итоге в итоге шестидесятые начале семидесятых годов вот по опросам которые производились соединенные штаты америки на вопрос о том с кем воевали соединенные штаты америки в годы второй мировой войны устойчиво выдавались ответы с германией и советским союзом вот это истерия психологическая обстановка психологическое давление как статьи сейчас они в общем-то искажают историческую память целых народов некоторые изменения наметились в обстановке разрядки международной приожженности после семьдесят третьего года и свидетельством тому стало появление на телеэкранах Соединенных Штатах Америки многосерийного документального фильма созданного американскими режиссерами на основе советской кинохроники военных лет фильма который под символическим названием неизвестная война для американцев просто стало открытием что Советский Союз оказывается тоже участвовал в войне против Германии хотя конечно решающей его роли в этой войне никто в Соединенных Штатах Америки никогда не говорил и говорить не собирается если говорить о наших британских бывших союзников то те конечно говорить о решающей роли Великобритании не могут и поэтому у них своя теория теория равного вклада что все страны антигиллеровской коалиции внесли равный вклад в разгром германского фашизма вот в этом контексте встает вопрос о том какие военные действия какие военные операции какие сражения определяли ход предопределили исход второй мировой войны все мы привыкли такие военные операции называть не просто операции а битвы московская битва которая разрушила планы молниеносной войны которая привела в нежелательный для германии формат затяжной войны и таким образом уже во многом заложила основу будущей победы сталинградская битва которая положила начало коренному перелому в ходе второй мировой войны великой отечественной войны и курская битва которая сочетание с форсированием днепра завершила этот коренной перелом когда военно-стратическая инициатива окончательно перешла в руки советской армии вот эти сражения мы называем битвами хотя были не менее масштабные и крупные сражения которые мы называем все-таки не битвами а операциями скажем операция багратион крупнейшая масштабная операция по освобождению Белоруссии корсеншенченковская операция по освобождению Украины ясно-кишиневская операция они были не менее масштабными но повторяю их значение несколько иное что касается наших союзников то они не могут отрицать роли и значения тех битв на советско-германском фронте о которых мы говорим но у них в этой контексте свой подход они американские британские историки составляют списки двадцать великих битв второй мировой войны там есть и московская битва и сталинградская но там еще десятки полтора десятка военных операций в которых участвовали войска союзников и которые пытаются приравнять по своему значению к битвам на советско-германском фронте причем пристраивают их как раз рядом операции которые происходили аналогически близкое время ну например операция в Эль-Аламейне или битва называют битва Эль-Аламейне это оазис на севере Египта где британские войска наконец сумели остановить танковый корпус генерала Роммеля который рвался к советскому каналу всего лишь один танковый корпус ну плюс итальянские части по своим масштабам она неизмеримо меньше по количеству сил и средств и по значению чем Сталинградская битва которую пытается приравнивать с Курской битвой пытаются сравнивать операцию по высадке союзников в Сицилии Черчилль даже в свое время пытался это выдавать за второй фронт но потом вынужден был отказаться конечно не по масштабу не по значению эта операция с Курской битвой не сопоставима хотя пытаются утверждать что чуть ли не победа в Курской дуге была одержана благодаря тому что высадка этого десанта союзников оттянула на себя силы германской армии вынудила снять части Советского фронта и перебросить их в Италию это очередной один из таких мифов весьма симптоматичных во-первых высадка это началась тогда когда битва на Курской дуге немцами уже была проиграна фактически и в этой ситуации Гитлер действительно приказал снять один танковый корпус и перебросить его в Италию замечательно как это приказание командованием германским было исполнено личный состав этого корпуса погрузили в вагоны и отправили в Италию без танков без самоходных орудий танкистам там оставалось только отдыхать после передряг пережитых на Курской дуге реальность реально сопоставимы с масштабами наших битв конечно открытие второго фронта но все остальные в эти два десятка битв иногда вообще-то странные скажем так операции включаются в их числе битва за атолл Таррава небольшой островок системе островов Гилберта где двадцатитысячный десант американской морской пехоты долго терзал пятитысячный гарнизон японский составленный из резервистов почему это великая битва а потому что сопротивление объясняет что по сопротивлению было весьма упорным и американский десант понес нам большие потери вот и все так что разными способами просто растворяется роль советского союза роль советской армии в разгроме германской военной машины которая фактически вся была перемолота на советско-германском фронте с с вопросом о ключевых битв связанный вопрос о советско-военном искусстве какими силами какими средствами одерживались эти победы с и самой поразительной пожалуй является московская битва где вопреки всем правилам военной тактике и стратегии которая предписывает иметь наступающей стороне значительное превосходство и в силах и в технике поскольку наступающие несут большие потери в соотношении скажем 5 к 3 так определяются потери наступающей стороны и обороняющейся под Москвой превосходство в силах и в технике было у Германии и Германия потерпела поражение ну объяснение которое дается этому родилось уже вскоре после второй мировой войны когда американцы плененных германских генералов засадили писать мемуары и именно они давали объяснение причин своих поражений естественно даже дать от них признание заслуг советских военачальников и советского военного искусства не приходится поэтому один лишь генерал назывался генерал мороз вот якобы мороз и погубил германскую армию под москвой хотя советская армия красная армия тогда еще воевала в тех же климатических условиях что и германская под сталинградом уже было равенство и в силах и в технике хотя это не предопределяло возможности победы но победа все таки была одержана но под курском уже наконец советская армия обладала обладая превосходство всего техники могла себе позволить избирать стратегию и выбрав стратегию преднамеренной обороны когда измотав противника советская армия перешла в наступление я чаще всего имея ввиду фальсификации которые создаются людьми около историческими пишущими в истории конвентурных позиций но здесь не все так просто есть замечательные специалисты в Соединенных Штатах Америки претендующие на объективность я могу назвать прессию Роберта Гланца профессиональный военный главный специалист по истории советско-германского фронта который выпустил монографии по всем обо всех битвах в том числе о сталинградской битве и вот здесь очень интересно посмотреть как рождается ну если не фальсификация но нюансы в сторону фальсификации Роберта Гланц на сталинградскую битву выливает целую бочку меда дает такую же высокую оценку как и наши историки высоко оценивает значение этой битвы ее результаты ее последствия и все было бы замечательно если бы вот в этой бочке меда не было маленькой ложечки дегтя что она собой представляет дело в том что наступление под сталинградом началось параллельно с ведением наступательных боевых действий под Ржевом цель которой была прорыв центрального фронта и этими наступательными действиями командовал Жуков Ржевская операция которая привела к большим потерям не дала результатов не позволила прорвать германский фронт поэтому о ней в нашей литературе обычно скупо долгое время упоминалось отдавая предпочтение конечно Сталинградской битве происходившей в это время и вот Роберт Гуанс один из первых кто предложил Жевскую военную операцию именовать битвой много писал о ней и его главная мысль такова да конечно же под Сталинградом была одержана победа выдающаяся победа в то время как под Ржевом произошло крупнейшее поражение причем поражение под Ржевом это было поражение генеральной стратегии советского командования поскольку именно здесь ставка верховного командования планировала нанести решающий удар а Сталинградская битва носила периферийный характер просто местное командование командующие фронтами воспользовались тем что Германия оттянула под Ржев значительную часть сил из-под Сталинграда срочно разработали план военной операции доложили в Москву ставка его утвердила и случилось так что вот этот второстепенный периферийный план оказался удачным а вот главное направление под Ржевом закончилось неудачей очень логично все это выглядит тем более учитывая то что Жукова как известно всегда назначали направление главного удара и во все это можно было бы поверить и часто верить если бы не одно такое маленькое техническое обстоятельство техническая деталь вот почему-то случилось так что Сталинградская битва была для германского командования полной неожиданностью а вот о подготовке наступления под Ржевом германское командование знало очень многое если не все абсолютно и источником информации был самый ценный агент германский вот в годы войны шифровальщик генерального штаба должность скромная на человек на человек через которую происходили все ключевые секреты гитлеровское командование считало его самым ценным агентом о нем гитлер лично знал высоко ценил его от этого агента всегда поступала очень ценная и всегда достоверная информация но в германии не знали что этот шифровальщик был штатный сотрудник НКВД который дал себя завербовать еще в тридцатые годы и что все его донесения готовили совместно офицеры генерального штаба и офицеры контрразведки при этом огромную роль отводилась тому что эти донесения были всегда абсолютно достоверными и получив информацию из этого источника и окончательно убедившись что здесь планируется направление главного удара когда назначили суда Жукова германское командование оттянуло войска из-под Сталинграда что позволило создать по крайней мере равенство сил то есть это было грандиозных масштабов операция хотя такого рода грандиозные дезинформации они характерны были для того времени период второй мировой войны дезинформация очень часто предопределяла тот или иной успех в частности успех высадки десантов в Сицилии которые из-за дезинформации английской разведки на тот момент 43-м году ожидали на территории Норванского побережья так что видите вот такие нюансы некоторые умолчания или недоговоренности они позволяют по-иному интерпретировать те или иные события и явления второй мировой войны но такого рода недоговоренности они к сожалению характерны не только наших зарубежных оппонентов очень много противоречивых суждений о второй мировой Великой Отечественной войне в нашей исторической науке с 90-х годов начиная и до нынешнего времени сохраняются такие осуждения и недоговоренности они проникают и в учебную литературу по которой учатся наши студенты вот в качестве иллюстрации один учебник прекрасный учебник высококвалифицированными специалистами написан с позиции современных подходов и все здесь хорошо все здесь замечательно и все здесь правильно но вот например как описывается события Великой Отечественной войны я буквально прочитаю а вы знаете когда о фокусе говорят следите за руками так вот вы следите за словами цитирую героической обороны Сталинграда и Кавказа успехи военной экономики создание крупных резервов подготовили условия для контрнаступления советской армии которое началось 19 ноября 42 года под Сталинградом советские войска развернули наступление на всем западном и юго-западном направлениях фронт стал двигаться на запад отступая под ударами советских поиск гитлеровцы разрушали города сжигали деревни массами истребляли и угоняли в Германии мирных жителей одним из многих трагических примеров зверств фашистов стала белорусская деревня Хатынь Минской области в 43 году оккупанты сожгли Хатынь все дома и уничтожили всех их жителей в том числе 76 детей к началу 44 года военное положение Германии стало безнадежным по численности войск и основным видом вооружения артиллерии танкам авиации советская армия в полтора-два раза превосходила силы Германии союзники Германии не могли уже оказывать ей существенную помощь и стремились выйти из войны с начала 44 года советская армия перешла в наступление на всем протяжении фронта к весне 44 года были освобождены почти вся правобережная Украина Крым Молдавия и войска вышли к границам Румынии а летом подошли к границам Финляндии Ничего не заметили? А Курская битва куда делась? Крупнейшее сражение Второй мировой войны исчезло Места для нее не нашлось Хотя в этом учебник который начинает называется Отечественная история где раздел об Отечественной войне нашлось место для того чтобы упомянуть что войска союзников не только открыли Второй фронт но и освободили столицу Италии Рим это битва за Рим так называемая для битвы за Рим здесь нашлось место для Курской битвы не нашлось случайно или нет? А в подсознании вот посредством нейролингвистического программирования что получается вот упомянутые крупные битвы Московская Сталинградская на востоке на западе высадка открытие второго фронта высадка в Нормандии битва за Рим там битвы там две битвы в общем-то баланс равный вклад союзников ну тема конечно расхождение оценка и партификации она неисчерпаема отдельного разговора конечно заслуживает характеристика советских воинов как освободителей или как оккупантов кстати вот в этом учебнике автор так и не решается назвать их не освободители не оккупанты просто констатирую что на территории Венгрии Румынии Болгарии советские войска вели боевые действия не освобождали вот с какой целью ну тут читатель сам может